К сожалению, у нас пропал кликер, поэтому я буду стоять около ноутбука и перекликивать здесь, но думаю, что это страшно. Давайте познакомимся. Меня зовут Елена Герасимова, я работаю в Gains, занимаюсь маркетингом, не понятие названия докладок. До этого тоже занималась маркетингом, но... Но в ритейле, поэтому буду говорить о том, что все любят, об игрушках и о деньгах. О чем, собственно, сегодня пойдет речь? Во-первых, поговорим о том, зачем люди, в принципе, что-то покупают, неважно, в реальных или виртуальных мирах. Затем поговорим о том, как связаны монетизация и геймплей, и как можно сегментировать игроков и пользователей игры. На что можно повлиять, чтобы улучшить монетизацию игры, и затем посмотрим немного картинок с различными промо-акциями из игр. Как вы, наверное, знаете, в сторах есть очень много бесплатных игр, они так и называются бесплатные, и человек, качая такую игру, наверняка не планирует платить там какие-то деньги, чтобы было бы глупо скачивать что-то бесплатное, чтобы быстрее там заплатить. Но, тем не менее, как показывает практика, в играх покупки совершаются, и игры зарабатывают достаточно интересные деньги. Собственно, почему это происходит? Если немного отвлечься от игр, поговорить об обычных покупках, то все покупки можно, если верить теории маркетинга, разложить по таким четырем секторам. Эти сектора зависят от рациональной или эмоциональной мотивации, и также от высокой и низкой степени вовлеченности. Что такое рациональная и эмоциональная мотивация? Рациональные покупки прежде всего совершаются мозгом. То есть человек анализирует, он сравнивает какие-то предложения, смотрит на соотношение цены и качества и выбирает скучные покупки. Эмоциональные покупки идут от сердца. То есть это то, что нравится, либо наоборот не нравится. Стремление избежать каких-то неприятностей, получить удовольствие. Приятные покупки. Покупки с высокой степенью вовлеченности характеризуются влиянием на статус человека, его каких-то отражений, его персональности, власти, желание произвести впечатление. Низкая вовлеченность, напротив, характеризуется рутинными покупками. То есть то, что мы берем и даже особенно не задумываемся. В отличие, в зависимости от силы, влияния этих факторов, любую покупку можно разнести по координатной сетке. Это в реальном мире. Что же в мирах виртуальных? Если вы играли в игры и хотя бы немного их анализировали, то знайте, что игры продают невероятное количество вещей, и эти вещи очень разнообразные. В качестве нескольких примеров это могут быть персонажи, вещи, ресурсы, ресурсогенераторы. Это, например, какие-то коровы в фермах, бустеры, время ожидания, дополнительные ходы, действия друзей, рецепты и еще миллион-миллион вещей. В каждой конкретной игре набор этих товаров будет разный. Если возвращаться к мотивации покупок, можно понять, что и в реальном, и в виртуальном мире действуют одни и те же законы. То есть люди, начиная играть в игру, остаются теми же людьми и приходят, грубо говоря, в магазин, но уже в магазин игры. Вспоминаем, что есть низкая и высокая вовлеченность. Если в реальном мире низкая вовлеченность – это, например, йогурты, туалетная бумага, то есть взяли с полки и даже не запомнили, то в играх это какие-то недорогие расходники, которых тоже нужно много. Например, нам нужно построить в сети-билдере город. Для города нам нужно очень много дров. И покупая одну единицу дров, мы даже не вспоминаем, что мы это сделали, в общем, купили, и это недорого, не помним. Низкая вовлеченность характеризуется рутинностью, дешевизной и не оказывает никакого влияния на статус игрока. Высокая вовлеченность, напротив, демонстрирует статус, часто достаточно высока по цене, и показывает какую-то уникальность человека. В реальной жизни хороший пример – это дорогой спортивный автомобиль. В жизни виртуальной часто в магазины, приложениях вводятся некоторые товары, которые обладают похожими свойствами, но при этом отличаются по цене. Пример из игры «Верность» – здесь представлены четыре вида колец. В принципе, они делают одно и то же, но одно кольцо стоит пять рубинчиков, другое – 999. Купивший игроковое кольцо показывает, что он крутой чувак. Эмоциональные и рациональные покупки также есть и в играх, и в реальном мире. И если посмотреть за тем, как ведут себя игроки, можно заметить, что что-то они покупают импульсно, то есть видел, понравился, купил. Что-то напротив планируют и просчитывают. То есть наши игроки, бывает, составляют таблицы, взаимосвязи каких-то ресурсов и знают, что вот это им купить намного выгоднее, чем другое. Это рациональная мотивация к покупке. Опять же, вспоминая маркетинг, маркетологи, если есть, то они меня поймут. Никто не покупает дрель, в основном старается купить либо дырку в стене, либо красивую висящую картину, то есть решение какой-то своей проблемы, либо потребности. Для каждого человека потребности будут свои, так же, как и для каждого частного случая. Здесь я представила такую достаточно популярную потребность, которую игры эксплуатируют очень часто. Это стремление избавиться от боли, избежать поражения. То есть для всех игр есть некое желаемое поведение людей, которые они будут поощрять. И напротив, если игрок не ведет себя желаемо, то его будут наказывать. Причем игра сразу будет вам рассказывать о том, что ты получишь наказание. Если ты не зайдешь в игру, то прибегут враги и укройдут все твои богатства. Если ты пропустишь день, то ты не получишь супер-бонус вообще никогда. Или вообще мы тогда заберем то, что у тебя есть. Таким образом, игрокам неприятно, они не хотят получать вот эту вот боль и лучше заплатят, чтобы с ними не произошло неприятного события. Как альтернатива обещания какого-то наслаждения, то есть доза дофамина? Мы рассказываем, что если ты будешь упорно сражаться, заходить каждый день в игру, то мы тебе дадим какую-то вещь. И эта вещь самая лучшая, ты получишь огромное наслаждение. При этом обычно за этой дверкой скрывается еще очень много дверей, которым игроку можно открывать до бесконечности. Но тем не менее мы будем обещать, что вот каждое следующее – это та самая, к которой ты стремишься и к которой ты будешь действительно получишь огромное удовольствие. Поощряем одобряемые действия, даем за них какое-то вознаграждение. Либо просим игроков заплатить, чтобы получить это же удовольствие. Еще вариант потребностей, которые часто используют игры, это получение удовольствия для себя, либо демонстрация статуса. Часто игра может использовать и то, и другое достаточно успешно. Если она может, конечно же, это нужно делать. То есть если игроки хотят что-то для себя, продаем, хотят, чтобы что-то продемонстрировать другим, тоже продаем. Потребностей очень-очень много, и если брать пути игрока по игре, они будут меняться. То есть чтобы хорошо и успешно что-то продавать, нужно постоянно понимать, зачем это покупает. Чувствовать себя как игрок и ощущать, какую потребность будет утверждать тайна или иная вещь в игре или какое-то действие. Про монетизацию и геймплей. Самое важное, что стоит усвоить тем, кто хочет делать игры, это то, что игра делается не для команды разработки, она делается для конкретного игрока. Потому что школьник, домохозяйка, топ-менеджер, какой-то сабмин из Газпрома, они все могут играть в игры, они все могут покупать в игры, но это будут, во-первых, разные игры, во-вторых, покупки будут совершены по разным поводам и совершенно разным поведением. Таким образом, если игра сделана для бы кого, непонятно для кого, скорее всего, она вообще даже ничего не продаст, потому что ее аудитория не найдется. Чем игра хардкорнее, тем четче нужно знать аудиторию, потому что сегмент пирога достаточно маленький, если в нее не попасть, то игра прогорит. Если игра достаточно казуальная, то аудитория может быть широкая, например, женщины старше 25 лет, которые любят играть в какие-то шарики, то есть аудитория может позволить описать себе достаточно широко. Определившись с тем, для кого мы делаем игру, можно продумывать геймплей. Любая игра стоит из так называемых петлей, или это английское слово loop, которые будут описывать, взаимосвязывать различных ресурсов и игровых событий. И именно в момент описания вот этих петлей и закладывает основная монетизация игры. То есть когда геймдизайнер продумывает игру, он сразу знает, что она будет в основном продавать. То есть почему мы будем зажимать наших игроков. Это может быть энергия, это могут быть какие-то ресурсы, может быть время ожидания, ему может не хватать ходов у друзей, может не хватать друзей. И не важно. Самое важное, что именно на этом этапе мы заложили ядро и скелет нашей игры. Если вдруг ядром игры с геймплеем что-то не так, то сколько мы красивых маркетинговых акций не вешаем поверх, то игра не заработает. Потому что если конфетка у нас невкусная, то бантик уже не спасет. Итак, после того, как мы определились с аудиторией, определились с геймплеем, можно начать сегментацию пользователей. Зачем мы хотим это сделать? Допустим, у нас игра фазуальная, мы определили, что в нее играют женщины старше 25 лет. На самом деле это безликий персонаж, и в женщинах старше 25 лет у нас оказываются декретные мамочки, у нас оказываются какие-то тетушки, сидящие на пенсии, у нас оказываются работающие женщины, и все они будут играть в нашу игру, все они будут совершать покупки в нашей игре, но по-разному. Поэтому для них должны быть сделаны уникальные предложения. Сегменты нам в этом помогут. Глобально всех пользователей игры можно поделить на плательщиков и неплательщиков. Причем неплатящих пользователей будет примерно 98-95%. Эта цифра нормальная, хорошая, и более того, она позволяет играм развиваться, командам разработки отлично себя чувствовать и зарабатывать хорошие деньги. Плательщиков, в свою очередь, можно разделить на китов, дельфинов и карпов, в зависимости от вклада в рост игры. Естественно, все игры будут стараться получить как можно больше китов, тем не менее, чем игра казуальнее, тем больше долю карпов, выручки она будет иметь. То есть иногда игре проще набрать множество небольших платежей, чем охотиться за китами. При этом хардкорные игры как раз-таки будут жить за счет крупных плательщиков и крупных платежей. Милая картинка. Как вы думаете, за счет кого игра будет получать больше денег? За счет новых или за счет старых игроков? И те, и те правы. Потому что игры бывают разные, и разные игры будут получать большую сумму выручки от новых либо от старых игроков. Что значит, если игра получает большую долю дохода от новичков? На самом деле это плохо, значит, что у игры проблемы с ретеншином, возвратом в игру. То есть игроки пришли, заплатили и почему-то отвалились. Они у нас не растут дальше, не играют дальше. Что здесь можно сделать? Если мы можем каким-то образом улучшить удержание, как-то повлиять на ретеншин, мы это делаем и стараемся, чтобы игроки у нас росли, становились старыми и балансировалось вдоль старых и новых игроков. Если почему-то на эту часть мы повлиять не можем, не можем изменить геймплей, тогда мы включаем агрессивную монетизацию в начале игры, вплоть до того, что игру делаем платной, чтобы за счет большого количества платежей в начале игры больше заработать. Если у нас больше приносят старички, это тоже ничего хорошего. Означает, что в игру нет притока новой крови, что у нас новички приходят, у них отличный ретеншин, они долго играют, прекрасно платят, но притока новой крови нет, рано или поздно у нас аудитория вымоется, и в игре никого просто не останется, какая бы она ни была классная. Мы можем на этом этапе либо купить трафик, если у нас есть такая возможность, но бывает так, что возможности купить трафик нет, органика почему-то не идет, тогда мы начинаем работать с той аудиторией, которая есть, в общем-то максимизируем прибыль с той аудитории за счет увеличения платежей, увеличения количества платежей, увеличения количества плательщиков. То есть выжимаем все соки из той аудитории, которую имеем. Поняв, как у нас делятся доходы по времени в игры, принимаем решение о быстрой монетизации либо о концентрации на удержании. То есть если у нас новички платят и отваливаются, мы их агрессивно монетизируем в начале. Если мы знаем, что игрок, чтобы хорошо платить, должен полюбить нашу игру, то есть он играет три недели и платит в разы больше, чем если мы его зажимаем с самого начала, мы отпускаем в начале, а потом уже начинаем немножко закручивать гайки и подключать более жесткую монетизацию. Еще один вариант, как можно сегментировать пользователей, это сегментация по комфортному платежу. Скорее всего, она подойдет играм, который представлен одновременно на нескольких рынках. Например, на рынке США и на рынке Вьетнама. Так вот получилось, что у нас много вьетнамцев и много американцев. При этом можно понять, что 5 долларов для какого-нибудь жителя Техаса это совсем не то же самое, что 5 долларов для жителя Вьетнама. То есть если Техасец может себе купить какой-то бургер, то вьетнамец всю свою семью целую неделю на 5 долларов кормит. Поэтому мы можем принять решение, во-первых, за счет каких-то специальных предложений, маркетинговых акций по снижению платежей для стран более бедной экономикой и вплоть до того, что изменить кросс-курсы в банках. То есть, казалось бы, мы сокращаем свой собственный доход из-за того, что кросс-курс делаем ниже для какой-то страны. Но за счет того, что вьетнамцы начинают при таких условиях в игру платить, мы зарабатываем больше. На это стоит обратить внимание, если у нас есть сильное расслоение в пользователе, и оно заметно, и это может быть хорошей точкой роста для таких игр. Названные сегменты, естественно, не единственные. Пирог можно делить до бесконечности, вплоть до того, что если есть очень хорошие плательщики, какие-то супер-классники, для них могут быть сделаны уникальные предложения вот только для этого человека и даже уникальный контент. То есть, если один человек окупает разработку контента, почему бы не сделать его именно для этого человека. Итак, зачем мы сегментировали пользователей глобально? Мы можем предложить им разные промо-акции на покупку или трату валют для разных типов плательщиков и даже для разных типов игроков, потому что акции могут быть и для неплательщиков тоже. Мы можем предложить разный контент разным игрокам, либо один тот же контент, но по разной цене. То есть, если игроки платят больше, готовы платить больше, можем повысить емкость просто за счет увеличения цены для таких игроков. Здесь единственное, нужно быть аккуратнее, потому что если у игры такое достаточно радостное комьюнити, то они узнают, что вы это сделали, будут вас ненавидеть, могут уйти из игры. Мы можем адаптировать курсы игровых валют под экономику каких-то стран, либо разных видов плательщиков. И отдельным пунктом здесь стоит использование данных для покупки трафика, потому что если вы достаточно хорошо знаете, какая именно аудитория будет платить и купите такой трафик, то с большей вероятностью новые пользователи также будут хорошо платить, чем покупать, не постреляя из пушки по воробьям. Полевые точки или как можно улучшить монетизацию игры. Поводы для совершения покупок, опыт первых платежа, РППУ, процент платящих и базы игроков. Подробнее. Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно. Если игроки покупают за реальные деньги валюту игры, значит они собираются ее на что-то тратить. Когда мы закладывали игровые петли и продумывали геймплей, мы говорили, что на этом этапе геймдизайнер предполагает, на чем игра будет зарабатывать в будущем. Сейчас пришло время эту гипотезу проверить, потому что игра у нас уже теперь работает. Мы снимаем, делаем ABC-анализ, это заимствованный из розничной торговли анализ статей продаж и смотрим, какие товары у нас продаются больше в штуках и в валюте игры. Таким образом мы можем определить наши товары чемпионы либо статьи товаров чемпионов и аутсайдеры. Естественно, имеет смысл поддержать продажи чемпионов за счет каких-то дополнительных акций, введение похожих товаров, стимулирование продаж, добавление паков, выпить эти товары. И если вдруг товары аутсайдеры у нас находятся в магазине, при этом нам сложно по какой-то причине их поддерживать, мы можем, в принципе, от них отказаться. То есть группа С, она такая, не очень интересная. Либо, если поддержания нам не сложны, можно как-то их видоизменить, завернуть в другой фантик, возможно, повысить продажи и все группы тоже. Также взяты из литейла анализ потребительской корзины. Это посмотреть, какие товары покупаются вместе. То есть бывает, что покупая один бустер, пользователь всегда берет, ну, не всегда, достаточно часто, ему второй бустер. Что мы можем сделать? Предложить какой-то пак из трех бустеров, который будет для пользователей со скидкой, для нас принесет больше денег. анализ покупки после совершения платежа. Также бывает, что для пользователя вполне логичным продолжением платежа является покупка какого-то товара. Можно мотивировать покупки за реал, предложив этот товар в подарок, либо поддержать продажу этого товара, предложив промо-акцию после совершения платежа. Для пользователя это, опять же, будет такое логичное продолжение его путешествия по покупкам. Для нас дополнительная выгода. И то, что нужно делать обязательно и достаточно регулярно, это анализ баланса. Обычно, когда мы даем какие-то стимулирующие промо на ввод, особенно если там есть инфляция, у пользователей начинают накапливаться такие золотые мешочки с неприкосновенным запасом. Для нас это очень плохо, потому что если у пользователя деньги есть, он не побежит покупать снова. Нам желательно, чтобы покупали как можно чаще, и никаких запасов не было. Поэтому, если вдруг видим накопление игровой валюты, нужно срочно что-то делать. Мы можем либо контент им дать пожоще, или предложить какую-то акцию на трату. В любом случае, эти запасы нужно потратить у пользователей. Мотивируйте. Хорошие новости то, что если пользователь что-то заплатил в игре, вероятнее всего, он в эту игру продолжит играть. Даже более того, скорее всего, он совершит повторную покупку. Остается совсем мало сделать так, чтобы пользователь нам в первый раз заплатил. Этот первый платеж, этот опыт, на самом деле, очень важен, потому что если пользователь получает опыт негативный, то он очень сильно расстраивает, скорее всего, уйдет из игры, и уж точно платить нам не будет. Важным является выбор момента первого платежа. Обычно, когда игра запускается в мягком запуске, мы не ставим никаких промо-акций, просто смотрим, как органически себя ведет большинство игроков, и понимаем, что в какой-то момент они начинают платить. То есть достаточно явное число, и мы понимаем, что этот момент определен в игре. Если, в принципе, нас это по времени устраивает, это, например, первая сессия, первый день игры, они платят 30% пользователей, здорово. Если оказывается, что этого момента приходится ждать долго, пользователи не хотят платить, имеет смысл поиграться с геймплеем. То есть как-то усложнить уровень, немножко искусственно ограничить первую сессию, что-то еще там ввести, то есть чтобы у пользователя появился стимул заплатить раньше. Таким образом мы их приучаем совершать первый платеж в тот момент, когда нужен нам. После того, как нужный момент определен, мы решаем, хотим ли мы их дополнительно стимулировать акцией, или мы оставляем все как есть. И у того, и у того есть подводные камни. Во-первых, нам, как игре, как геймдизайнерам, интереснее, чтобы пользователи всегда платили без акций. У игры есть определенный баланс, который просчитан, и мы не хотим дополнительно вводить в игру игровые деньги. К тому же, если пользователь платит там, то это здорово, на это влияет только геймплей, не нужно никакой стимуляции, то есть нам не нужно его будет постоянно подстегивать, заплатить, заплатить, заплатить. Просто заходит в банк и покупает. Но у акций тоже есть свой плюс за счет того, что большее число игроков заплатит деньги, и они заплатят большую сумму, то есть мы больше заработаем. В данном случае имеет смысл провести какой-то АБ-тест, посмотреть, за счет чего мы зарабатываем больше, за счет акции, или без акции, как меняется соотношение процента заплатилищикам. Возможно, акцию имеет смысл подвинуть немного дальше органического момента, чтобы те люди, которые не заплатили сами, уже купили потом по акции. Момент выбрали, решили проводить акцию, пришло время выбрать именно пакет новичка. Он должен быть достаточно вкусным, чтобы пользователь принял решение о покупке, но при этом очень важно пользователя не перекормить, потому что если первую покупку инфлировать валюту в сто раз, через банк уже никто покупать не захочет. То есть очень важен баланс. И затем принять решение о том, делать ли акцию временной или постоянной. Универсального решения нет, все зависит от игры. То есть кто-то ставит набор новичка на постоянку, и он будет ждать игрока в тот момент, когда он созреет в покупке. Кто-то дополнительно стимулирует таймером. Здесь тоже можно поэкспериментировать, предложить разные варианты и решить, что будет эффективнее для данной конкретной игры. Увеличение РППУ или среднего платежа. Здесь более маркетологов можно прям цыганочкой выходить, потому что в основном на это можно повлиять именно акциями. Во-первых, можно поработать с банком, потому что когда мы выводим игру на рынок, мы каким-то образом делаем кросс-курсы валют, то есть отношение нашей игровой валюты к реальным деньгам, каким-то образом определяем биллинговые записи, какой будет минимальный платеж, например, 5 долларов или 2 доллара, какой максимальный платеж. Мы предполагаем, что так будет хорошо, но мы не знаем наверняка. Поэтому имеет смысл поэкспериментировать с банком, поиграть с кросс-курсами, желательно это делать, пока играющие в мягком запуске, чтобы не на большое число пользователей повлиять. Но, тем не менее, например, за счет увеличения первого платежа можно сильно повысить средний платеж игры и при этом не повлиять на количество плательщиков, на процент плательщиков. Увеличение среднего платежа и увеличение частоты платежей также отлично решается за счет промо-акций. Мы можем, например, предложить акцию, во время которой нужно совершить платеж больше, чем максимальный платеж в банке. Таким образом, пользователь будет вынужден совершить несколько платежей в месяц в определенный период или повысить средний платеж. Дальше будет более подробно про акции, покажу примеры таких акций. Увеличение процента платящих опять же скорее ложится на плечи маркетологов, можно предлагать акции только для неплательщиков, отлично работает продажа небольших пакетов за какую-то символическую сумму. Почему так? Потому что бывает, что людям сложно перешагнуть через себя совершить платеж, потому что это карточки, это значит, все мои деньги сейчас украдут. Здесь сумма символическая, они ее оплачивают, смотрят, что ничего плохого не происходит, напротив, они получили массу удовольствия, каких-то ресурсов внутриигровых, в следующий раз уже платят большей суммой и достаточно спокойно это делают. И продажи особо ценных предметов только за реальные деньги. Вот этот вот пункт очень хорошо влияет на старых игроков, то есть такие прям, я не донат, я никогда не плачу, но здесь я увидел очень красивую кису, захотел ее, все купил, дальше все как в тумане. Последняя полевая точка это база игры. Здесь вообще все очень логично, потому что чем больше у вас игроков, тем больше у вас игроков. Если 1% плательщиков от 100 человек это 1 человек, то от 100 тысяч это уже тысяча, вы зарабатываете намного больше. Можно поработать с подбратностью и временем жизни игрока и с виральными каналами. Виральность обычно также закладывается в ядро геймплея, то есть игра всегда хочет сама, чтобы ее как можно больше человек установили. Поэтому в геймплее будет заложено то, что игра поощряет какие-то действия, например, приглашение в игру друзей, например, выкладывание каких-то постов в соцсети, заход в игру каждый день. Это все будет работать на то, чтобы увеличивать базу. И теперь конкретно про акции. Все абсолютно игровые акции можно разделить по нескольким типам. Это статические либо динамические по цели навод либо на трату валют, при этом навод могут быть инфлирующими и не инфлирующими, удержание и привлечение и преследующими какие-то частные цели. При этом одна акция, скорее всего, будет соответствовать нескольким типам. Это может быть статическая акция, навод реала с инфляцией и преследующая цель увеличения РППУ. Статические акции обычно запускаются по какому-либо игровому триггеру. Например, набор игрока какого-то уровня, либо прохлаждение квест-пака, либо еще какое-то событие. Таким образом, у нас вся масса игроков, которые идет по игре, в определенный игровой момент всегда увидят эту акцию. Пример статических акций пакет новичка и обучение пользования банком. В определенный момент все игроки увидят пакет новичка и им будет предложено купить его за один доллар. Также статические акции на виральность, то есть здесь предлагается купить в сообщество, пригласить друзей. Акция, которая каждый день продает какой-либо товар и колесо удачи или ежедневный бонус. Тоже постоянно есть в игре. Динамическая акция, напротив, стартует строго определенные даты. Обычно мы даем динамические акции под какой-то информационный повод либо под контент. Если я предполагаю, что в определенный момент у меня игроки захотят купить много валюты, я их дополнительно простимулирую, показав им акцию на ввод. Или я знаю, что в определенный момент у меня игроки купят много валюты, у них будет избыток золота, поэтому я предложу им что-то, чтобы этот золт потратить какие-то товары. Балансирую. Акции на ввод реала стимулируют какие-либо покупки за реальные деньги. Это может быть либо покупка игровой валюты, либо покупка каких-либо предметов за реальные деньги. В зависимости от того, обесценивает ли акция валюту игры, она будет инфлирующей, то есть если есть какой-то бонус, либо не инфлирующий, если мы продаем какие-то предметы. примеры инфлирующих акций. Может быть простой бонус, когда мы к любому платежу просто удваиваем количество валюты игровой, которую даем. Может быть бонус к следующему платежу, либо такой вот многошаговый бонус, когда мы во время одной акции даем и подарки, и дополнительный бонус. Также эта акция преследует цель увеличения РППУ, потому что здесь говорится, что в короткое время нужно совершить много платежей с разными шагами. Неинфлирующие акции продают розовых слонов за валюту соцсети. То есть мы минуем шаг продажи нашей игровой валюты, сразу отдаем пользователю предмет. Обратный случай на трату валют. В данном случае за внутриигровую валюту мы продаем какие-то предметы. То есть мы хотим уменьшить ее количество. Напрямую продаем предметы, играем с ними в какую-то игру, когда за одну монетку мы можем открыть орешек, и в одном из орешек в итоге окажется приз. И волшебные коробки. То есть тоже открываем коробку за деньги, и в одной из коробок лежит супер-приз, его просто нужно найти. На удержание и привлечение. На удивление акции на ввод тоже могут работать на удержание. В данном случае представлены две акции, когда пользователю не сразу выдается то, что он купил, а постепенно. То есть чтобы получить весь бонус, за который он заплатил, придется заходить в игру несколько дней, 20. Либо в течение какого-то времени у него удваивается бонусная валюта в игре, вся получена. Также акции на удержание, но уже без ввода, просто стимулируем поведение, которое нам нравится. Заходить в игру каждый день, приглашать друзей, возвращать друзей, которые давно не играют, самому возвращаться в игру и за это давать пользователю какой-то бонус. И преследование частных целей, как я уже говорила, увеличение среднего платежа, стимулирование повторного платежа за счет того, что к следующему платежу дается бонус, стимулирование первого платежа или пакет новичка. Обычно не цель подгоняется под акцию, акция подгоняется под цель. То есть если мы собираемся с командой и принимаем решение о том, что у нашей игры в принципе есть точка роста за счет увеличения РППУ, мы дальше начинаем генерить акции, которыми эту цель можно решить, допустим, их 10, входим их, запускаем в игру, смотрим, что лучше всего из этих 10 работает вот такая акция, отлично, оставляем ее надолго и повторяем допустим, ежемесячно или каждый раз, когда нам хочется как-то подстимулировать увеличение РППУ. И вместо заключения немного о том, где же взять вдохновение и как же придумать все эти акции и неакции. Самое большое вдохновение это в нашей собственной игре, потому что когда игру придумываешь, это одно, когда ты начинаешь в нее играть, ты видишь ее немножко другими глазами, нужно чувствовать себя как пользователь, которого мы ставим в какие-то не всегда приятные ситуации, нужно через этот путь проходить и это само подскажет тебе органические моменты, когда можно что-то простимулировать и где лучше можно улучшить монетизацию. Дальше очень интересно смотреть на аналитику игры, потому что когда ты играешь, ты видишь ее другими глазами, но бывает, что пользователи себя ведут совсем не так, как ты и смотришь на статистику, просто не понимая, почему так происходит. Начинаешь копаться и узнаешь очень-очень интересные вещи, понимаешь, что здесь просто вот такая вот точка роста и можно сильно улучшить или что-то интересное придумать. Слушать игроков, но обязательно фильтровать, потому что все игроки, если их спросить, что нужно сделать в игре, начнут рассказывать, ой, давайте вы нам раздадите очень много халявной валюты, еще вот здесь энергии, упростите, уберете всякие таймеры, нет, они этого не хотят, они хотят совсем другого, но если с ними не общаться, не слушать, то очень много моментов можно упустить, то есть бывает, что и мы где-то перегибаем, а бывает, что у них рождаются действительно интересные идеи, которые мы воплощаем, и они все счастливы, потому что, во-первых, идеи интересны, во-вторых, он начинает рассказывать, что это же я придумал, я молодец, знать своих врагов, обязательно играть в другие игры, даже если эти игры не похожи на ваши, там могут быть интересные моменты, не только в виде акций, но и даже каких-то механик, которые можно адаптировать, то есть вроде бы игра совсем другая, но фиральные механики, мы из нее можем взять свою игру, перенести, и они будут у нас работать не хуже, а может быть даже лучше. Конечно же, много читать, это универсальный совет для любого дела, здесь тоже поможет. Всем большое спасибо, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Привет, у меня такой вопрос, ты говорила, что очень плохо, когда пользователь начинает накапливать игровую валюту, как в кубышке свои, чтобы потом куда-то, и не тратят ее. Вот мобильные операторы эту проблему, например, решили, когда начинают списывать по копеечке, по каким-то поводам. Я в одной из компаний сталкивался с тем же сам, мне люди заносят деньги, они лежат у них на счетах, они их не списывают на услуги, которые мы могли бы оказать. В итоге вроде как денег у меня дофига, а пользоваться я им не могу, потому что они не мои. Мне обидно. Там реальные деньги в отличие от игр. А вы какие способы придумали для того, чтобы таким-то образом выжигать вот эти деньги, которые у них там находятся? Мы честные, поэтому мы только за честный отъем денег. Ну, какой, например? Вот Остап Бендер знал сколько? 400 относительно честных, а вот у вас? Мы не списываем по копеечке их деньги, то есть если они у них есть, то потратить могут только сами. Мы предлагаем обычно какой-то контент, при этом пользователи, как я говорил, мы сегментируем, то есть выделяем пользователей, которые, как нам кажется, готовы заплатить больше, у них контент оказывается немного жестче, немного дороже, более емкий, и они уже могут туда слить свои накопления. ну, если что-то простое, то просто им показываем акции, когда они могут что-то за эти деньги купить, надеясь на то, что они потратили. А так как вот про операторов этих при покупке авиабилетов, когда говорят, если ты ищешь билет там с несколькими запросами, то цена тебе будет выше, например, вот, для того, чтобы компания, ну, условный там, авиасейс, вам тут рип, там, какой-то больше заработка, такого вы там, ну, конечно, перед камерой не делаете, то есть те, у кого лежат деньги на счету, у того на 20 монеток дороже акции. На самом деле, мы пробовали... Они же никогда не пересекутся, пользователи с пускым кошельком, и вот... Они, во-первых, пересекутся, но, тем не менее, мы нечто подобное делали. Мы анализируем определенные триггеры, как, например, имея на счету больше стольки-то денег, либо соверши платеж не позже, чем столько-то дней, либо, наоборот, не совершай платеж достаточно давно, и в зависимости от этих триггеров предлагаем им разные акции. То есть мы отлично знаем, у кого много денег, и кому нужно предложить в данный момент что-то купить. При этом не раздражает тех, у кого денег нет. Этот вариант работает. Такой еще вопрос. Во-первых, действительно, спасибо за интересный полочный доклад. Вопрос в том, что маркетинг – это приложение усилий, приложение усилий – это деньги. Вот как вы для себя определяете, из-за того, сколько нужно усилий предложить, какую игру, из разряда, чтобы понимать, вообще, в принципе, из разряда, есть игра, приносит мало. Может быть, в ней что-то недопилено, и нужно маркетолога туда на месяц включить, и он там все начнет по полочкам приводить в порядок. Либо вы просто запустили, пока идет в минус, маркетолог копает, пока не пойдет в плюс, и дальше, дальше, дальше. Вот как работает это? Нет, маркетолог не копает до тех пор, пока игра не пойдет в плюс. у нас есть руководители проекта, которые регулярно готовят определенную аналитику по тому, как ведет себя проект, как он себя чувствует, какие они шаги совершают, чтобы улучшать. Не на каждом проекте есть и в течение какого времени оценивается игра. То есть, если совершаемые шаги не приводят к какому-то результату, при этом команда поддержки, она же кушает каждый месяц, то есть, если поддержка игры становится дороже, чем попытка ее улучшить, то игру проще закрыть, сделать что-то новое. Ну, просто это такая своеобразная рулетка, то есть, из разряда типа не идет, не идет, не идет, и как-то типичная картинка из разряда, может, до стенки из алмаза, где-то копали. Тоже такое бывает. Может быть, но бизнес – это вообще рулетка. То есть, когда что-то новое начинаешь, ты никогда не знаешь, что результат будет гарантирован. Стараться пробовать. Ну, в общем, как обычно, пробуйте, 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 не полетело, значит, хорошо, спасибо. У меня вот вопрос. Когда мы начинаем агрессивно повышать платежи, у нас, по идее, будет ретеншн падать. И вот такой вопрос, когда остановиться. То есть, какая там взаимосвязь, если есть какая-то формула или так, на ощущение. Ну, в основном, на ощущение, где-то между жадностью разработчика и жалостью пользователю, то стоит… Безграничный чью, что-то, что-то. Да, стоит смотреть на гроз, обычно на него мы смотрим. То есть, до тех пор, пока гроз у нас растет, это хорошо. Если вдруг что-то начинает падать, либо не повышаться, возможно, стоит немножко отпустить. Плюс, мы все-таки стараемся слушать пользователей, когда они совсем, сейчас, что-то очень плохо, мы чувствуем, что перекрутили гайки. И второй вопрос, как обе-тестирование, оно отражается на комьюнити? То есть, когда, например, одним действительно платье по 20 рублей, а другому по 50. Как это очень происходит? На самом деле, именно этим звуком обычно комьюнити реагирует на какие-то обе-тестирования, поэтому мы стараемся им так завуалированно объяснить, почему кто-то получил акцию, а кто-то не получил. Либо просто принимаем решение о том, что для нас важнее получить результат, чем потерпеть реакцию пользователей. Смиряемся с тем, что пользователи будут недовольны. в итоге? То есть, часто бы тестируйте и что бы это все-таки получится? Бывает, бывает. При этом комьюнити у нас достаточно сильные, и, в общем-то, они всегда знают про наши эксперименты. Спасибо. А как вы решаете проблему, что игроки перекачивают, когда имеют большую количество ресурсов, которые импакт и больше ресурсов, которые дали они вложили в себя, и тем, кто платно играет, но им, наверное, будет неизвестно, тем, кто не качался, который на ударах идет. Вопрос поняла, но вот именно игра, которой занимаюсь я, там нет такого соотношения пользователей, то есть им практически нечем мериться. Игра называется «Золушка». для женщин 35 лет плюс, они между собой не соревнуются. Но в других играх обычно стараются решать за счет геймплея, за счет того, что платеж не дает какого-то абсолютного преимущества. Бывает, что рандомность также влияет, либо какие-то вещи ты можешь получить, не можешь непосредственно купить, можешь только получить в бою. Скорее, к таким боевым играм относятся проблемы. Скорее, это работа геймдизайнера, балансирование между плательщиками и неплательщиками. При этом мы своим пользователям, своим «Золушкам» подкрыто говорим, что тем, кто платит, им проще, они имеют доступ к более интересным вещам, платить – это здорово, это хорошее поведение, мы его стимулируем и поощряем. Спасибо. Еще такой вопрос. Вот про цикл, так сказать, то есть временной происходит, то есть маркетологи, это же тоже луп такой игровой, то есть сколько времени происходит от обсуждения акции до того, какое внедрение и до того, какой результат вы не стали довольны или недовольны. Потом мы придумываем новое. По времени происходит сомпанерка. В принципе, процесс бесконечный, к тому же мы в проектах часто пытаемся выбрать некую середину, потому что ограниченные ресурсы, программисты могут либо производить акции, либо делать какой-то контент, на котором мы тоже зарабатываем. Мы все время балансируем между тем, на что перекинуть ресурсы, но обычно договариваемся между собой, что сейчас у нас у пользователей много контента, он растянут, допустим, на три недели, при этом на разработку новой акции мы можем потратить неделю, давайте сделаем акцию. Затем мы ее запускаем, смотрим, работает она или не работает, бывает, что акция не работает вообще. Мы ее где-то посмотрели, она вроде бы классная, должна работать, но нет. Мы ее, в принципе, от нее обычно отказываемся. Если акция работает, но не совсем так, как мы хотели, начинаем ее допиливать. Это, в принципе, уже меньшие ресурсы, часто даже без участия программистов, либо я, либо геймдизайнер может делать. Ну, примерно за месяц можно проанализировать акцию, если она такая нерастянутая по времени. Говорят, пора заканчивать. Спасибо. Один вопрос. Какие виды нетривиальной аналитики вы используете? то есть, не там, ЛТВ, РППУ, а что еще такого? Может быть, что-то интересное сами нашли, что стоит анализировать? В зависимости от целей. Опять же, когда я придумываю какую-то акцию, пишу программистам некое ТЗ на статистику. То есть, я по этой акции хочу узнать какие-то вещи. И в зависимости уже от этих вещей мне пишут определенную статистику именно под меня. Не знаю, насколько это можно масштабировать на какие-то другие проекты. Всем спасибо.